Здравствуйте, программа в центре внимания. В эфире в студии Яна Лисовая. Совсем скоро в России будет день правовой помощи детям. Что это за дата и какая роль прокуратуры в соблюдении прав детей. Сегодня поговорим. Итак, у нас в студии Елена Борисовна Кондратьева, старший помощник прокурора Амурской области. Елена Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Действительно, этот праздник сравнительно недавно вошел в наши официальные, так скажем, да и неофициальные даты России. С чем это связано? Неужели детей действительно нужно вот так тщательно оберегать и от кого защищать? Самый главный вопрос. Да, детей необходимо защищать. Вот так массово, так организованно день помощи детям на территории России и, следовательно, на территории нашей области проводится в четвертый раз в соответствии с указом президента Российской Федерации 2013 года. В этом году координационным совещанием при управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области утвержден соответствующий план совместных мероприятий всех органов профилактики, задействованных в просвещении детей, в предупреждении безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В свою очередь прокурор Амурской области 13 октября этого года утвердил также соответствующий план, которым обязал всех прокуроров проводить мероприятия. Но, как вы знаете, идеи воспитания, идеи правового воспитания далеко своими корнями уходят в седую древность. Еще великий мыслитель Конфуций обращался к этим вопросам воспитания в 500-е годы до нашей эры. А далее великий мыслитель, философ Сократ говорил, что воспитать личность очень сложно, но надо помочь ребенку вырасти достойным человеком. Вы спросили, от кого необходимо защищать детей. От кого, да, потому что сейчас это так действительно обсуждается. На сегодняшний день в области 180 тысяч несовершеннолетних граждан. И обидно, что среди них 5000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обидно, что при этом существует социальное сиротство. 1800 семей неблагополучных состоят на учете. А ведь корни правонарушений несовершеннолетних, на наш взгляд, на взгляд юристов, психологов, социологов, врачей, они кроются прежде всего в безнадзорности, в бесконтрольности ребенка, которому необходимо уже с малых лет разъяснять, ну попросту говоря, как у Михалкова, что такое хорошо и что такое плохо. А если говорить уже языком закона, то необходимо разъяснять действующие нормы законодательства. И прокуроры в различных аудиториях, в том числе уже буквально со старших групп детских садов, со школ, социальных учреждений, интернатного типа, детских домах, проводят соответствующие беседы, где разъясняют детям их права и обязанности. Для чего это делается? Прежде всего, для того, чтобы ребенок понимал ответственность за свои действия, для того, чтобы предостеречь ребенка несовершеннолетнего, более старшего возраста от совершения правонарушений, у нас в этом году, ежегодно можно сказать, несовершеннолетними совершается около 4 тысяч административных правонарушений. По итогам за 9 месяцев этого года несколько, чуть более чем на 4%, а в целом около 1 тысячи совершено преступлений. Именно несовершеннолетними? А если еще учесть, что совершаются не субъектами, то есть не достигшими возраста совершения преступлений, какие положительные моменты? Положительное, что у нас наметилась тенденция снижения преступлений в отношении несовершеннолетних. Снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Снизилось количество потерпевших детей от преступлений, снизилось количество сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних. Но, вы знаете, в этом году, 23 июня, принят федеральный закон об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации. Этот закон, который вступил в силу с 22 сентября этого года, нацеливает все органы правоохраны, все органы профилактики от федерального уровня до органов местного самоуправления принимать возложенные законом полномочия для того, чтобы у нас сведены к минимуму были правонарушения среди несовершеннолетних. Вы перед нашей беседой в эфире спросили, неужели необходимо разъяснять законы буквально детсадовцев? Практически с пеленок, да, потому что, знаешь, в младших группах. Вы знаете, есть семьи, у которых хорошее благосостояние, которые могут приобрести сотовый телефон буквально в старших группах детского сада. А ребенок в силу своих психических особенностей, физиологических особенностей, он подвержен, подвержен, есть такое понятие в криминологии, виктимология. И когда он несет в руке, достает, может быть, он гордится этим телефоном, может быть, он просто хотел позвонить маме или папе, бабушке, он не понимает, что в отношении него может быть совершено преступление. И поэтому вот детей этого возраста необходимо на соответствующем уровне, соответствующим языком доступно разъяснять. Детей же старшего возраста необходимо предостерегать от совершения преступлений. У нас, к сожалению, органами профилактики в этом году выявлено меньше нарушений закона о так называемом комендантском часе. Все знают, что в ночное время детям нельзя находиться, в том числе в определенных заведениях и так далее. Но, к сожалению, не всеми контролирующими правоохранительными органами этот закон соблюдаются, соответствующие семьи, несовершеннолетние, ставятся на учет. И отсюда мы видим последствия, что, к сожалению, ранее совершавшими увеличивается. В состоянии алкогольного опьянения увеличивается. В общественных местах увеличивается количество совершенных преступлений. А что такое правонарушение или преступление для ребенка, может быть, на тот момент не дающего себе отсчет, в силу, как я уже сказала, возраста, психологических особенностей молодого организма. И, согласно статистике, наибольшее количество преступлений в области совершено учащимися, то есть в подростковом возрасте. А подростковый возраст, как констатируют и работники здравоохранения, и психологи, он отличается от возраста другого особенностями организма. Агрессией, так называемой. И поэтому мы хотим достучаться до всех родителей, до всех семей. И сказать, что в канун 18 ноября и непосредственно в день правовой помощи 18 ноября этого года в прокуратуре Амурской области организован прием, организована работа прямых линий по телефону. В прокуратурах городов и районов эта работа также организована. Подготовлены соответствующие памятки, подготовлена соответствующая информация для средств массовой информации, печатных. Мы заинтересованы получить как можно больше информации, сигналов о возможных нарушениях. Для того, чтобы предупредить правонарушения, либо принять полные меры по восстановлению прав, нарушенных прав детей, по устранению нарушений закона. Но это ведь та работа, которую вы в принципе проводите в течение года, не дожидаясь вот этой даты, да, этого праздника. То есть чем сейчас отличается вот этот период для вас? Это просто усиление внимания? Я бы сказала комплексным подходом, потому как эта работа будет вот именно во взаимодействии. Если мы непрерывно надзор на протяжении всего года осуществляем, выявляем нарушения, в том числе в деятельности органов профилактики, то в период вот этой кампании, ну хотелось бы, чтобы она была проведена неформально, не для галочки, чтобы каждый работник правоохранительных органов, органов образования, здравоохранения, органов опеки и попечительства, достучался до конкретного коллектива, до конкретного ребенка, оказал правовую помощь, получив сигнал, разобрался в этой ситуации. Если обозначилась проблема, то вынес ее на соответствующий уровень, и мы бы могли ее разрешить совместно. Вот в заключение нашей программы хочется узнать номера горячей линии, которая будет работать в этот день, чтобы зрители, возможно, знали и обратились по этим телефонам. Ну, хочу сказать, что у нас постоянно работает горячая линия прокуратуры Амурской области по телефону 775-005. А в канун дня правовой помощи и непосредственно 18 ноября с 9 до 18.00 у нас будет еще один телефон 775-037. И кроме этого, кроме приемов в прокуратуре Амурской области, как я уже сказала, будут проводиться приемы целенаправленные, тематические во всех прокуратурах городов, районов. Это для граждан области. И кроме этого, на территории города Благовещенска, еще в общественной приемной на базе юридического факультета Амурского государственного университета. Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам в студию. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Елена Борисовна Кондратьева, старший помощник прокурора Амурской области. Мы говорили о соблюдении прав детей. Это была программа «В центре внимания». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова